Ухажаемые коллеги, начинаем наше заседание в СССР. Прежде чем начать заседание, я хочу напомнить о тех тревожках правил, которые раньше еще здесь существуют. Это то, что все сведения СССР в течение всего времени защиты должны находиться в своих местах. И при необходимости, допустим, покинуть, заседание, мы должны должны произвестить, и мы должны будем сделать перерыв всегда. Поэтому я прошу вас уже этих печень, чтобы мы не удлиняли время работы. Исходить и выходить бесконечно нельзя. Александр Андреевич, я попросьте сядьте поближе, потому что сзади ряд он вне доступности. Я уже показал. А поскольку у нас сегодня, на самом деле, напряжение, такая звездная створка, то каждый человек, который будет виден на экране, это очень важно. Итак, в следующем начале заседания необходимо произвести, как это принято, перекличку присутствующих членов Совета. Саша. Николай Николаевич присутствует. Исаков Великобритания Александрович. Мой Ловский Велович. Молоке, Деникович. Присутствует. Юрий Ловисович. Присутствует. Ильи Троянов, Милени Богuar присутствует, Федор Котникова Ильюто Дверевич присутствует, Ковец Николаев присутствует, Кличкоم Г습니다. Кличко jeune Николаев присутствует, Рагунова... Марaga Aleykova присутствует, Селиканова А qualities присутствует, Фондинова Татьяна Сановна присутствует, Петров Андрей Владимирович присутствует. Весуковин Галиле присутствует, Крепутового дисциплина присутствует, и Хренов Александрович присутствует. То есть необходимое число членов участия по совету присутствует, и у нас в Лорангинском можно начинать поседание совета. Итак, на поверхности дня у нас защита кандидатской институтации Житовой Виктория Андреевна. Весуковин Галиле присутствует. 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 педиатрии. С 2015 года окончила ординатуру по специальности педиатрии в медицинской академии геологического КФУ имени Ирнацкого. Затем проходило обучение с января 2015 по июль 2015 года в первом осложном медицинском университете имени Теченова по дополнительной общеобразовательной программе и подготовке нефрологии. С 2018 по 2019 год работала врачом-нефрологом кабинета врача-нефролога Симферопольской центральной районной клинической больницы. И с 2020 года занимала должность ассистента кафедры внутренней медицины номер один с курсом клинической фармакологии. А в настоящее время с февраля 2021 года работает ассистентом кафедры базисной и клинической фармакологии. Имеется справка о сдаче кандидатских экзаменов под номером 12441-17-7 от 28 февраля 2020 года, из которой следует, что экзамен по истории и философии сдан на оценку «Хорошо», экзамен по иностранному языку английский сдан на оценку «Хорошо» и экзамен по внутренним болезням, сдан на оценку «Отлично». Имеются ксерокопии печатных работ по теме диссертации. Всего по материалам диссертации публиковано 18 научных работ, в том числе 4 журнальных статьи в изданиях, рекомендованных в актерах Российской Федерации и 2 журнальных статьи в изданиях, индексируемых в базе данных «Хорошо». Имеется один патент на изобретение. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Сергеевич. Позвольте предоставить школу срискательны для отношения к конкретным материалам эффекта. Пожалуйста. Добрый день, глупооблажаемый Николай Николаевич, глупооблажаемые члены Университета и Существующие. Представляем Вам, Вашему вниманию работу на тему «Ранняя дермистика и коррекция нарушения ремостата» как патогенетических факторов развития микроангиопатии у пациентов с сахарным диабетом первой эпохи. Сахарный диабет, начиная как метаболическая патология, уже в лечении нескольких лет может приводить к прогрессирующему системному поражению сосудов, диабетической микроангиопатии. Главным минусирующим фактором является гипергликемия, которая запускает состав патогенетических механизмов. Данные изменения приводят к формированию эндозариальной дисфункции, нарушения биологии крови и далее к развитию и прогрессированию диабетической микроангиопатии. Но, несмотря на современное притяжение гипетологии, диабетика ранних стадий микроангиопатии по-прежнему представляет трудность. Поэтому целью нашей работы явилась разработка способов ранней диабетики нарушения геностата и эндозариальной дисфункции как патогенетических факторов прогрессирования диабетической микроангиопатии у пациентов с сахарным диабетом 1-го, а также методов их коррекции. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи. Проанализировать взаимосвязь активности факторов регресса, концентрации сосудового эндозариального фактора, растворительности длинно-мородственных продуктов, показатели микроциркуляции у больниц сахарным диабетом 1-го типа, с помощью многопакторного и сломатического регрессионного анализа. Проанализировать взаимосвязь фото коррекции микроангиопатии и агрегации тромбоцитов активности протеина С антипремельно-3 с изменениями сосудов микроцентролиоцитов у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Разработать фото ранней диагностики диабетической микроангиопатии на основе изучения функциональных свойств тромбоцитов, состояния эндозелия и морфов функциональных изменений капилляров посредством произведения микроангиопатии функциональными тромбоцитов. Разработать фото коррекции микроангиопатии у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа путем разведения на основные изменения патогенеза диабетического поражения сосудов. Провести сравнительную оценку эффективности антикоагулянта сулобертида и ангиопротекторометирующего литинолога в отношении коррекции эндотелиальной инфункции и нарушения геностата у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. Нами было обследовано 136 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа длительности 10 лет менее. На первом этапе все пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа 65 пациентов без диабетированной микроангиопатии, вторая группа 71 пациент с наличием микроангиопатии. На втором этапе пациенты 2-й группы были разделены на подгруппы. 2-я А подгруппа 31 пациент, который в дополнение к стандартной терапии получал сулобертид в дозе 600 липогенических единиц сухи внутривенно-капельных 14 дней. 2-я А подгруппа 40 пациентов, которые в дополнение к стандартной терапии получали метиллитилпериденоз в дозе 600 миллиграммов сухи внутривенно-капельных 14 дней. В группу контроля поделили 30 здоровых лип. По окончании 14 суток терапии пациентам проводилось покровное комплектное обследование. В среднем длительная сахарная диабета составила 6,5 лет. У тени пациента 2-й группы была диагностирована артериальная гипертензия, что также отражалось на уровне синхронического артериального давления. Данный показатель был статистически значимо выше, а скорость слабочковой фильтрации ниже, в сравнении как с контрольной, так и с первой группой. Повышение врачёров эндотелиальной диапазоны было зафиксировано у пациентов как наличие микрофлотов, так и с ее отсутствием. При этом более выраженное повышение активности фастора Велебранда в концентрации сосудистого эндотелиального фастора роста и декланированных эндотелиальных следовательно отмечен у пациентов 2-й группы, что может свидетельствовать о высоких лицах прогрессирования диагностической микроамплиопатии. Изучение показателей гемостата показало у пациентов с такими диагностями 1-го типа укорочение АЧТВ. Кроме того, регистрировалось увеличение концентрации скиплиногена, растворимый скиплин в маномерных комплексах, активности антитромбина и активности антитромбина тромбоцитов. Так, показатель агрегации у пациентов без диагностированных микрососудистых осложнений составил 81%. У пациентов с наличием микрососудистых осложнений 89%. В контрольной группе показатель агрегации составил 66%. Уровень альбинумурии как во второй, так и в первой группе он статистически значимо выше в сравнении с контролем. Но стоит отметить, что у пациентов с первой группой все-таки данный показатель находился в пределах референсных значений. Изучение капилляроскопии в покое у пациентов с стартным диабетом выявило унижение плотности капиллярной сети. У пациентов второй группы дополнительно референсировалось унижение диаметных артериальных отделов капилляров и расширение пересторных отделов капилляров. Уровень оксигенации капиллярной крови у всех пациентов или контрольной группы составило 98%. Кроме стандартной капилляроскопии, тем пациентам и в контрольной группе проводили кондициональные пробки капилляроскопической регистрации изменений, окклюзионные пробки, пробки с тепловым, холодовым воздействием и пробки с вертикальным положением хронического. Во время окклюзионной пробы знаки кедуемую ложку накладывали в манжету и нагнетали в нее воздух по значению превышающих уровень исчезновения тонок короткола на 20 мм. И далее через 45 секунд экспозицию регистрировали изменения капилляроскопических показателей. Так, у пациентов с сатурным диабетом отмечалось сужение артериальных и расширение переходных отделов капилляров. Уровень оксигенации капиллярной крови снижался, а время восстановления удлинял. Для пробы с холодовым воздействием и кедуемую ложку помещали воздух с интересной стены градусов цельсии и далее проводили капилляроскопию. В ходе холодовой пробы у пациентов с сатурным диабетом отмечалось усорочение капилляров, сужение артериальных отделов и уменьшение уровня оксигенации капиллярной крови. Время восстановления на противопинялось как у пациентов с первой, так и во второй воде. Для пробы с тепловым воздействием и слежную мощность руки помещали воду с температурой 42 градусов цельсия и далее у пациентов с сатурным диабетом отмечали недостаточную дилатацию артериальных отделов капилляров. Во время пробы с вертикальным положением конечностей исследуемую руку у пациентов переводили вертикально вверх на 3 минуты и далее проводили капилляроскопию. У пациентов с сатурным диабетом как в первой, так и во второй группе отмечалось укорочение капилляров, сужение артериальных капилляров и так же изменение функциональных показателей капилляров. Уровень оксигенации в университет при разновлении университет доставил в первой группе почти 20 секунд, во-вторых 20 процентов 5 секунд. Для скорой оценки эффективности диагностики нарушения микроферкуляции в помощи функциональных срок нами были сформированы модели зависимости для оксигенации, уровня оксигенации наиболее важного функционального показателя нарушения кровоснужения, зависимости от значений алгоритм, маркеров эндотериальной диспункции и агрегации тромботок. Так было сформировано две модели множественной регрессии для оксигенации в покое и при крови с холодовым воздействием. Модель первая, описывающая уровень оксигенации в покое, имела коэффициент детерминации 0,27, что указывает на возможность описать только в 27% случаев, используя данную модель. Модель два, описывающая холодовую пробу, коэффициент детерминации составил 0,69, что указывает на высокое качество прогнозов выводов, полученных с помощью данной модели. Модель три для оценки выраженной микроангиопатии использовали показатель альбомиуреи, наиболее точный и сниверсизированный метод диагностики микроангиопатии, использующийся в физической практике. Модель три для оценки детерминации был равен до всего 54%. Важной задачей следования была сравнительная оценка эффективности диагностики нарушений микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом с помощью функциональных проб не только в сравнении с апелляростопией в покое, но и между разными пробами. Для этого проводился логистический репрессионный анализ влияния лабораторных и функциональных показателей. Анализ проводился по этапу. Сначала мы оценивали прогностическую мощность отдельных показателей и далее, выбрав наиболее значимые в преднаке, объединяли их в пары. При объединении многие пары преднаков показывали недостаточное усиление альбомиуре или наоборот их снижение, за исключением пар в сосудистой эндотелиальных факторах просто объединенных альбомиуре, десклинированной эндотелиальной клетке и время восстановления психологического воздействия, уровень сосудистого эндотелиального фактора роста и уровень эксигемации при холодовом воздействии, а также активность фактора региона и время восстановления при холодовом воздействии, где отмечено значительное усиление альбомиуре. Выброс наиболее значимой пары преднаков, полученные при лабораторном обследовании и ходе инструментальных данных, с помощью его анализа нами были составлены программистические модели, которые также показали высокие значения оценок. Параллельно с анализом полученных результатов капилляроскопии, проводилась разработка системы оценки капилляроскопических изображений в применении искусственных нейронных сетей сверточного типа. После построения приложения, его настройки и обучения проводилась оценка эффективности диагностики на тестовой выборке. Приложение автоматически оценивало фотографии капилляров, относя их к одному из классов – контроль или патология, а также присваивая процент вероятности взаимодействия к данному классу. Результаты логистического и рок-анализа показали, что метод имеет высокий уровень значимости и может быть использован в качестве системы поддержки принятия решений. Важной задачей исследования была сравнительная оценка эффективности антиправы ампоциллогерсита и ангиопротектора метилэтилпериденома, как после 14 суток терапии. У пациентов второй группы, получавших метилэтилпериденом, отмечено статистически значимое повышение скорости клубочковой фильтрации. Значительная в динамике показали маркеры эндотериальной дисфункции. Как во второй А, так и во второй Б группе, отмечено значительное снижение активности факторов эмпоциллогерсита, концентрации сосудистого эндотериального фактора роста и виртулированных эндотериоцитов. Изучение параметров гимославных показало, что у пациентов второй А под группы отмечалось удлинение АЧТВ. У пациентов, получавших метилэтилпериденом, было зафиксировано снижение концентрации эмпоциллогена. Растворимы февримономерных комплексов, а также отмечено агрегация эмпоцилла. Выровень альбомиурии после курса дорогих у пациентов второй А под группы составит 46 до 85 сотых миллиграммов в сутки. У пациентов второй ДЖК группы 48 до 78 сотых миллиграммов в сутки. Положительная динамика большинства показателей при выполнении функциональных рост показала приблизительно одинаковую эффективность обоих лекарственных препаратов. Однако у пациентов второй ДЖК группы отмечено более выраженное повышение уровня оксидинации при оквизионной пробе и пробе с холодными водителями, что может быть связано с инфигипактическими эффектами этилпериденом. таким образом проведенные моменты исследования позволяют сделать выборы. На выборах подводки не обнимаются, и они как и рекомендации подводят. Спасибо, Викторая Левевна. У кого есть вопросы? Викторая Левевна. Уважаемая Левевна. Уважаемая Левна Андреевна, скажите, пожалуйста, а вы видели еще какие-то отложения у ваших пациентов, кроме медицинской гиопатии? И как это могло повлиять? Если да, то как могло повлиять на результаты ваших исследований? Ну и второй вопрос. У вас была контрольная группа. Где вы набирали? Что с собой представляет эта контрольная группа? Где вы ее набирали? Спасибо. Ну, запомню, Виталия Владимировна. Да, у пациентов исследования сами были еще другие хронические отложения сахарного диабета. Кроме микроангиопатии, которая в себя включала ретинопатию непролиферативной стадии и начальные изменения, относящиеся к диабетической микроангиопатии по типу альбоми, урии и умерного понижения или повышения скорости клубочков, у пациентов регистрировались начальные изменения по типу сенсомоторной или сенформной кодинейропатии. Но у пациентов, у которых отсутствовала классическая микроангиопатия и диабетическая микроангиопатия, соответственно, и мы не находили и полинейропатии. И второй вопрос, что касается контрольной группы. Контрольную группу мы набирали из практически здоровых лиц студентов-ординаторов, которых дополнительно обследовали с помощью общих клинических анализов и данных анализов. По возрасту полу данная контрольная группа была сопоставима. По первой группе шахерной диеты. И. 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 Продолжение следует... 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 Возвращение к пациентам. 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 И третий вопрос такого философского плана. Вот Вы об искусственном интеллекте рассказывали, занимались этим. Насколько велико его значение в Вашей работе и в настоящее время? Потому что подобные вопросы легко решаются естественным интеллектом. Может быть это дать современную инференцию в рамках того, что принято называть акробизации или еще там чем-то. Спасибо. Уважаемый Александр Викторович, пациенты так как находились в стационаре, мы смогли качественно подготовить к устрозвуковому исследованию и тем самым проследить кровоснабжение паренхийных почек на различных уровнях. И с помощью компетентных уездов у нас это получилось. Что касается микрососудистых осложнений и кровоснабжения почек. Действительно, если мы говорим о начальных изменениях, нарушения микроциркуляции, эндотелиальной дисфункции, то у таких пациентов мы не можем ожидать изменений показателей как скоростных, так и резискитных при доплеровском исследовании сосудов почек. Однако, самые-самые начальные ранние изменения мы фиксировали на уровне междольковых артерий почек, которые имели корреляционные взаимосвязи с нарушениями микроциркуляции. Вот с такими показателями, как плотность капиллярной сети, снижение укорочения капилляров, то есть длина капилляров, а также с данными показателями системы гипотаза. В нашей работе применение искусственных нейронных сетей сверточного типа позволило максимально эффективно исследовать фотографии капилляров, потому что именно сверточные нейронные сети, среди других нейронных сетей, среди других инструментов распознавания образа сейчас являются наиболее точным, наиболее сильным методом, и в ряде ситуаций могут даже давать более точные заключения в сравнении с экспертным клейнем. И в данной связи использование капилляроскопии и технологий глубокого или глубинного обучения, когда относится именно искусственные нейронные сети сверточного типа, позволяет обычному практическому врачу в течение нескольких секунд получить заключение по данным капилляроскопического исследования, не требуется дополнительное обучение, дополнительных затрат, что касается инструментов или систем анализа. Спасибо. Профессор Теллинская, члены сборки. Уважаемая Виктория Ангельевна, хотелось бы задать несколько вопросов, что, конечно, пациент с сахарным диазитом первого типа, это трудная категория пациента, поэтому хотелось бы во-первых спросить, где Вы их набирали? Второй вопрос. Вы ничего не сказали об уровнях глюкозы в стране, и ничего не сказали об уровне гликализированного гемоглобина, о инсулине, о дозах инсулина, которые пациенты принимают, потому что, наверное, эти качества, да, и характеристики сахарного диазита, наверное, тоже как-то влияют на состояние пациентов, на его инсталиальную систему, на восприятие от темы неэмиссионных препаратов. Следующий вопрос. Вот Вы сравнили два препарата, да, сахарный диазит, ну и Солодексель. Вот Солодексель, торговое название, какое препарата Вы использовали? И Вы чёрто обозначили один препарат как антикоагулянт, а второй препарат как антиопроцессор. Ну и тут, и та, и та группа препаратов обладает в равной степени, да, и антикоагулянтными способами, и антиопроцессорными способами. То есть, корректно ли так вот категорично здесь это прописывать, да, в вашем антикоагулянте, если как бы они, ну, возможно, сравнимы, конечно, про свойства, ну, а возможно, и нет, тогда понятны вот эти различия. И ещё один вопрос. На капилляроскопию Вы эти методы миллазеете сами, то первому капилляроскопию у Вас, потому что капилляроскоп, насколько я понимаю, ну, нерутильный прибор в клинической практике. Уважаемый, Ирина Ильвовна, пациентов мы набирали на базе терапевтического линии сельной городской больницы. Там разберется, как она, диодеза первая есть. Нет, эндокринология есть. Первый день, насколько я знаю, у Вас в больнице. Есть. 25 лет пациенты, они находятся сейчас здесь. Ну, находились только не. Такие пациенты были, да, в сравнении с лидерами второго типа их было немного, но когда они были, мы их обследовали и, конечно, изучали их гликемический профиль в том числе. К сожалению, большинство пациентов, которые попадали на функционарное лечение, не имели целевых значений гликированного гемоглобина. Им проводилась коррекция инсулинной терапии, коррекция ДОС. И все данные показатели мы отразили в таблицах в рождении материалы и методы в автореферате и тексте диссертации. И контроль уровня гликированного гемоглобина мы проводили на момент включения в исследование. В конце курса траги мы, конечно, данный показатель повторно не оценивали, так как все-таки он говорит о более длительном повреждении гликемическом контроле. Торговое название солотоксида, которое мы использовали, это был ВСЛДОИГ. Его классификация согласно справочнику лекарственных средств это антиэкрангулянт. Да, и солотоксид и метиллитилсуридинол это препарат с множественными эффектами действия. И точно выброс какой-то одной из этих действий не в полной мере является корректным. Но мы все-таки отталкивались от того, что было указано в классификации данного препарата, но в нашей работе мы вспоминали и о других терапевтических эффектах данных средств. Капилляроскопию я проводила самостоятельно. Что же касается и функциональных проб. в помощи сосудового кабеля расхода. Игорь Негода, вы говорите, три на ответа. Спасибо. Пожалуйста, Крена, Александр Дмитриевич. Уважаемые виски, Андреев. У меня такой вопрос, но он будет не совсем по результатам вашей работы. Вот представляется, что лучший способ защитить сосуды это не болезнь диабетом. С другой стороны, внедрение современных лечебных программ, как известно, позволило существенно снизить число и выраженность осложнений. Вот, как вы считаете, может быть, на перспективу стоит ли провести сравнение состояния сосудистой сети и эффективности коррекции глюкозы, уровня глюкозы в крови. Может быть, в качестве дополнения вот в вашей работе, так, на ближайшую перспективу провести анализ уровня, там, уровня глюкозилированного гемоглобина и состояния сосудистой сети. То есть, вот, нет ли здесь дополнительных перспектив вот, да, защиты сосудистой сети. Действительно, именно достижение целевых значений глюкозы максимально поможет снизить темпы развития и прогрессирования микрососудистых осложнений при сахарном диабете. И такие исследования весьма интересны, но, к сожалению, мы не всегда можем полностью затормозить данный процесс, и явление оксидутивного стресса метаболической памяти еще длительно, даже после достижений целевых значений гликированного гемоглобина, норма гликемии у пациента также продолжает повредать сосуды. Но, в целом, действительно, изучение сосудов микроциркуляторного русла, изучение функциональных особенностей микроциркуляции у пациента с такими диабетами с достижением и недостяжением целевого гемоглобина является перспективным и интересным, но требует достаточно длительного времени наблюдения. Спасибо. 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 Виктория Андреевна, в коме коррекции болезнобазности терапии, облигатным препаратом, которым применяется в условиях стационара, являются препараты альфа-липоевые электрофитовые кислоты. Учитывая, если у Вас в основной группе сравнения, именно факт применения данных препаратов, это первый вопрос. И второе, чем по-вашему обусловлено больше эффективность препарата МЭП над солдоксидом, какие у них особенности есть, это механизм действия описан в МЭПах, что говорит вам, что он превосходит, подтверждает нам, что это если есть какие-то. Глуба Бажанова, Владимир Алексеевич, препараты альфарикоевой кислоты не применялись в терапию у исследований с нами пациентов, данный препарат в основном использовался для коррекции нарушений чувствительности у пациентов с полинейропатией. Для того, чтобы исключить положительное влияние данного препарата, мы таких пациентов исключали. Метилотил-периденол при назначении в доле 600 мг в сутки способствовал сравнению с препаратом солдоксидом более лучшим снижению как компонентов растворевок фибрин наномерных комплексов, так и их фибриногена, что может иметь положительные эффекты у пациентов с протромботическим потенциалом. А за счет чего? За счет фибринолитической активности и нормализации эндотелиального барьера. Вы делаете еще три новых ответов? У вас еще вопрос, пожалуйста. Левитская и Левитская. Уважаемая Литерия Андреевна, и исходя из вопросов Дина Алексеевича и Ваших ответов, еще один вопрос вопрос. Вы назвали торговое название, а так препаратом. И с учетом того, что сахарный диагент первого типа, вы набирали таких пациентов на терапевтической кодике 7-й городской до месяца, и курс лечения, то есть вы не смогли пронаблюдать за эффективностью препаратов, исходя из того, что курс лечения и Вашего рода не ограничивается в стационарном лечении. Правильно? Угу. Так вот вопрос следующий. Как же Вы назначали препарат ВСЛГУ, если у них есть список ЖВН-П при сахарном диагенте, терапевтическом уровне, пожалуйста. Уважаемая Ирина Анатольевна, длительность курса терапии с фулотоксидом и метилотилпериденомом 14 суток все-таки позволил нам оценить эффективность применения данных лекарств и на средствах и вопрос не того, как Вы назначали. Назначали в стационарном условии, в стационарном условии, а за счет чего? В стационарном условии, потому что так не будет. Нет, мы назначали, исходя из рекомендаций по использованию желотоксида, а основное назначение у него является снижение уровня, снижение выраженности альгуминурии. Да, ни один из препаратов, ни сулотоксид, ни метилотилпериденом, ни альфа-ликорная кислота не входят в стандарты лечения пациентов. В стандарты, в список ЖВН-П. Да. И, соответственно, мы самостоятельно назначали данный препарат пациентам. Хорошо. Ирина Львовна, Вы наносите время? Да. Профессор Петров, Андрей Владимирович. Мне два вопроса практически. Сколько по времени занимало у Вас характерно-характерическое исследование проведением проб? И второй вопрос, в плане вопроса Ирины Львовны, после курса материного введения, например, ВСЛДО, удалось ли Вам дальше от пациентов, как длительно держится достигаемый эффект? И получали ли больные, как известно, ВСЛДО есть и в капсулах, курс лечения, ну, более провангированных капсулей? И как Вы оцениваете его? Ирина Львовна, я не могу сказать, что Вы положены, Андрей Владимирович. На полной куче исследований капилляроскопии, включая профессиональство, действительно уходило час-полтора времени в зависимости от выраженности нарушения микроциркуляции у пациента. Соответственно, чтобы уменьшить временные затраты, в рекомендации, в заключении работы, мы указали, что наиболее информативной среди предложенных проб является холодовая проба, так как мы можем максимально точно сказать о наличии у данного пациента нарушения микроциркуляции в ответ на сильных спазмах в результате холодового воздействия. Действительность эффекта после курса сулодексита и метилотилперидинола мы у этих пациентов не исследовали, но в перспективе такое исследование может быть, как и в отношении сулодексита, так и метилперидинола для изучения системы приступенческой терапии. Андрей Владимирович, спасибо. У кого еще есть вопросы? Прискайте. Прискайте, извините. Очень хорошо, что я была Петяна Павловна. Уважаемая Анастасия Андреевна, почему вы использовали в такой теме именно сверточного типа, чем обусловно наше оборудование? Уважаемая Татьяна Павловна. Сейчас существует большое количество технологий искусственного интереса. И одни из инструментов позволяют нам максимально хорошо распознавать образы изображения, другие изучать графики и диаграммы. Если мы говорим о капилляндии, то нам надо максимально качественно и детально изучить именно изображение. И для этого как раз используются искусственные нейронные сети именно сверточного типа, и с подключением и в таких библиотеках Кера-Лоб, и для более детального, многоуровневого изучения капилляроскопических фотографий. У вас достаточно большой раз был от 18 до 65 лет, и длительные заболевания около 10 лет. Я так поняла, что были пациенты, которые заболели в детском возрасте. Изучали ли вы коррект начало капилляндии, возраста капилляндии, и пензурженности тех изменений, которые вы получили. Уважаемая Валина Эрикова, некоторые из наших пациентов действительно заболели капилляндии и диабетом еще до достижения 18-летнего возраста. В нашей работе мы проводили изучение влияния длительности сахарного диабета и уровня гликированного гемоглобина как на показатели эндопривиальной дисфункции, показатели системы гемостаза, а также на общение микроциркуляции. Что касается именно заболевания в детском возрасте, такой анализ мы не проводили. И ретроспективно мы также и витаминии отзывали. Спасибо. У кого еще есть запросы? Ну, запросов нет, но их было задано очень много. Как никогда 30 запросов. Спасибо. СОП представляется научно-воспределительным профессором Крутиковым. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые члены ученого совета. Виктория Леевна начала заниматься научной работой учебной учебной студентой. Посещая различные научные кружки, ее работа была оценена премией Государственного совета Республики Крым, что характеризует ее как по поводу целеустремленного и заинтересованного исследователя. В дальнейшем, после прохождения специализации по нефрологии в Первом Московском медицинском университете и работая врачом в городской больнице, Виктория Андреевна после работы приезжала в 7-ю городскую больницу, проводила обследование больных самостоятельно, разработала и внедрила метод капилляроскопии в лечебный и диагностический процесс отделения терапии. И, в общем-то, проявила недюжинную работоспособность и целеустремленность при достижении целей и написании своей работы. Работа сначала планировалась как больше нефрологическая, потому что планировалось изучить кочечный кровоток и разработать методы нефропротекции. Но при изучении нами было обнаружено, что раннюю диагностику на основании данных докторографических исследований сосудов почек, к сожалению, провести сложно и практически невозможно. Поэтому были приняты решения пойти в более тонкую диагностику, изучить и разработать диагностические критерии при исследовании капилляров периферического кровотока и систему гемостаза. Поэтому немножко работа пошла в другом направлении. Но, тем не менее, Виктория Андреевна справлялась со всем сама, она выполнила большую часть самостоятельных исследований. Единственное, математические расчеты мы работаем совместно с кафедрой физики, физико-технического института, и моделирование математического подхода к применению искусственного интеллекта для диагностики поражений капилляров и внедрения их уже предлагают нам физики. Но, тем не менее, применение искусственного интеллекта позволит наперед, может быть, провести какой-то скрининг первоначально для того, чтобы облегчить работу врачам, которые впервые сталкиваются с больными и на ранних стадиях развития сахарного диабета. Работая в качестве преподавателя и выполняя лечебную работу, Виктория Андреевна показала себя с достаточно хорошей стороны, пользуется уважением у студентов, у коллег, у больных, поэтому здесь, как говорится, к ней вопросов никаких нет. Ну, а диссертация, в общем-то, является законченным исследованием, вы это прекрасно слышали, убедились. Я ходатайствую перед членами ученого совета о присуждении Виктории Андреевны звания кандидата медицинского. Спасибо, Андрей Сергеевич. Научный консультант, профессор Анатолий Сергеевич, за кадром Виктория Андреевна, Российской Министерной Академии непрерывного профессионального образования сегодня присутствует. Я попрошу вас застить его отзыв ученого-секи-секи-секи. Остановитесь сюда, нечискать, нечискать. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги присутствующие. Я, может быть, немного повторюсь, но хочу отметить, что в отзыве международного консультанта звучат следующие слова. За время работы Виктория Андреевна освоила все навыки проведения научных исследований, планирования и проведения экспериментальных работ, благодаря системному углубленному изучению отечественной и зарубежной специальной научной литературы, имеет широкий научный кругозор, а также активно используют современные медицинские знания в образовательном и лечебном процессе. Квалифицированный анализ достаточно обширного материала обеспечил высокую аргументированность научных результатов проведенного исследования, правильная реакция на замечания научного руководителя и рецензентов в связи с этапом взыскательности и высокой террористности диссертантов к себе и своим трудам. Проведенная Виктория Андреевна интервенция в связи с тем, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных изысканий, имеет широкую сервизицию в области теоретической и практической медицины. Отзыв подписан научным консультантом, заведующим кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного антирофессионного образования только медицинских профессоров Аметовы. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Павлович. И так, мы уважаемые коллеги, приступаем к следующему этапу защиты. Слово предоставляется к официальному поведению Батюшину Николая Николаевича, доктор медицинских ламок, профессору, профессору кафедрой медицинской академии, членам диссертационного совета, гостям, присутствующим. Я хочу, прежде чем зачитать свой отзыв, хочу выразить слова благодарности директору института, академии, вам всем за то, что есть такая возможность и честь участвовать в работе диссертационного совета, увидеть его особенности, почувствовать атмосферу вашего. Это очень приятно, поэтому я вам за это очень признателен. По данным Федерального регистра сахарного диабета, в настоящее время диабет выявлен примерно 4,5 миллионов человек в нашей стране. Это, конечно, огромное множество пациентов, которые нуждаются в достаточно интенсивном, постоянном наблюдении и лечении. Учитывая сложность патогенеза, мультиорганность поражений, необходимость изменений при прогрессировании сосудистого поражения, поиск новых эффективных методов диагностики и коррекции, диабетической ангиопатии является важной актуальной задаче. Приступая к новизне, хочу сказать, что в рамках вопросов были такие дискуссионные моменты в плане гемостаза. Но ведь, казалось бы, лет 20 назад там все было ясно с гемостазом, мы его полностью изучили, ничего нового там нет. Оказывается, только лишь коснувшись темы комплимента патии, и на сегодняшний момент родилось новое направление, патологический феномен тромботической микроангиопатии, изучением гемостазиологии. В гемостазиологии вообще появилась новая группа гломировой патии, цепи гломировой патии. Вот, казалось бы, какой-то там гемостаз. То есть то, что автор дотронулся до темы гемостаза и исследовал вопросы микроциркуляции в своей работе, это, конечно, большая заслуга, и еще больший нарокодвиг такой научный, это брать такую модель, как сахарный диабет первого типа. Диабетов второго типа полно. Это такая хорошая модель для исследования. Вот в избытке больных разных возрастов, разных полов, разных весовых категорий, принимающих теленные препараты, но тем не менее, и то же самое касается медикаментозной терапии. Солодекси, МЭК, другие ангиопротезы. Да, собственно, кроме инсулина и вот этих препаратов, ну, ингибиторы АПАЭП, как нефропротекторы, 20 лет назад пришли в лечение больных диабетом первого типа. Что за 20 лет из них? Ничего. Второй тип, глиплозины, пришли. Да, по ЭМПО, глиплозин КАНА, глиплозин Финеринол, селективный рецептор, как нефропротектор при диабетической нефропатии пришел. А что пришел в первый тип диабет? Почти ничего. Конечно, попытка автора, вот, раскачать эту ситуацию, развитию, изучить, дать возможность, вот даже тем препаратам, эффекты которых более или менее изучены, дать возможность им поработать в новом направлении, в ангиопротективном направлении, в эндотелиопротективном направлении. Это уже само по себе достаточно такой дерзкий, очень активный, большой шаг в научном направлении. Автором проведено комплексное исследование состояния системы гемостаза. У пациентов с диабетом первого типа в зависимости от наличия и выраженности микронгиопатии, течения болезни, уровня маркера в эндотелиальном повреждении. Впервые предложено использование капилляроскопии с функциональными пробами. Это вообще, на мой взгляд, чудовищно интересная штука, потому что все всегда капилляроскопию рассматривают как стационарную модель. А ведь при диабете сначала идет функциональное расстройство. И вот как раз Твоя Андреевна показала, что нарушение функции, и тут же она берет ВИДЖФ, сосудистый эндотелиальный фактор роста, и показывает, что и вот эта вещь, которая сначала идет эндотелиальная дисфункция за счет глюкозотоксичности, осмонагрузки на эндотели. Тут же этот эндотели дает выработку ВИДЖФ, этот ВИДЖФ уходит в базальную мембрану, начинает коллагенизировать строму сосуда, меняя его органически. И вот функциональная компонента капилляроскопия с пробами плюс ВИДЖФ дает 92% чувствительность в диагностике ранних проявлений сосудистых поражений, микрососудистых поражений у больных диабетом первого типа. Проведена сравнительная оценка эффективности препаратов, путем изучения их влияния на показатели эндотелиальной дисфункции, гемостаза, функциональные изменения при капилляроскопии. Гемостаз в работе совершенно органически вплетает в исследование сосудистого русла эндотелия. Это совершенно все взаимосвязано. Эндотелиальная клетка – это один из участников, причем ключевых участников в системе запуска каткада, свертывания крови и реакции противосвертывающей системы. Если бы не антитромбин, который выделяет эндотелиальная клетка, гепарин бы просто не работал, не осуществлял бы свою антикоагулянтную функцию, то, собственно, и гепарин вырабатывает она, если речь идет об эндогенном гепарине. Полученные в ходе исследования данные имеют несомненный теоретический и практический интерес. В связи с диссертационной работе доказана целесообразность определения активности антитромбина, протеина С, агрегации тромбоцитов, концентрации ВИДЖФ, для ранней диагностики нарушения системы гемостаза, выявления прописирования микроангиопатии. Результаты позволяют обосновать применение функциональных проб. Основные результаты внедрены в клиническую практику. Достаточно широко опубликованы результаты в печати. Это 18 печатных работ, 4 статьи, рецензируемые в акту, при требовании 2. То есть автор достаточно широко представил результаты своей работы. Достоверность исследования определяется достаточным объемом исследуемой выборки, корректным дизайном, просто вызывает какое-то потрясение, такой приятный статистический анализ. Это совершенно современный, абсолютно современный, качественный, великолепный. Коллеги говорили о том, а зачем нужны эти нейронные связи, потому что иногда глаз видит лучше. Но именно нейронные связи позволяют, с одной стороны, объективно, вот не предвзято. Ведь автор же могла как-то вот по-своему взглянуть на этот капилляр и увидеть в нем то, что она хотела увидеть. А когда, извините, это делает искусственный интеллект, его обмануть невозможно. И он выдаст именно объективный результат исследования. Основные положения диссертации. Широко представлены в международных региональных научно-практических конференциях. В конференциях трех главах, посвященных собственным результатам исследования, представлены особенности нарушения системы гемостаза у больных диабетом первого типа. Главы содержат достаточное количество таблиц, рисунков. В заключении диссертации отображены полученные результаты. С позиции общеаналитической оценки. Вот это мне очень нравится, когда заключение, это не просто повествование того, что было в главах, а это возможность как-то аналитически это переосмыслить. Какие-то новые конструктивные особенности, предложения делаются. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации не имеют. Есть отдельные опечатки и стилистические неточности, что еще раз подтверждает то, что Виктория Андреевна сама выполнила этот научный труд. Это естественный процесс, все мы живые люди. Это совершенно не влияет на научно-практическую значимость исследования. И позвольте задать несколько вопросов. Хотя их было столько, но я просто обязан это сделать как оппонент. Существует большой спектр методов исследования деталиальной дисфункции. Почему автор остановилась на изучении активности именно фактора Виллебранта, ВИДЖФ и диспламированных эндотелиальных клеток? Чем объясняется Ваш вопрос? Пожалуйста, ответите на вопрос. Используя данную стимуру ПЕРа, мы можем комплексно отменить состояние эндотелиального барьера. На фоне повреждения эндотелиальных клеток происходит активация фактора Виллебранта. Исходом данного процесса повреждения эндотелиальных клеток является их диспламация и результате случая нервов периферических проводок. Таким образом, повышается показатель сформирования эндотелиальных клеток. Нарастающее нарушение микроциркуляции и гипоксия приводит к запуску процессов ангиогенеза. И главным министруирующим фактором здесь будет являться как раз соответствующий эндотелиальный фактор роста. Таким образом, мы можем оценить комплексно основные изменения повреждения эндотелиального барьера. Второй вопрос. Чем, на Ваш взгляд, объясняет повышение скорости клубочковой фильтрации при терапии метилотилпериденолом в исследуемой группе больных с запускным диабетом первого типа? В ходе исследования терапия метилотилпериденолом действительно приводила к повышению скорости клубочковой фильтрации, что, скорее всего, было связано с улучшением реологии крови, нормализацией функциональной активности тромбоцитов, это показатели адгезии, агрегации и также снижением выраженности эндотелиальной дисфункции. Но данные изменения фиксировались не только под положительное влияние на эксклюмирулярную фильтрацию, но также не улучшали микроциркуляцию в целом. Спасибо. И третий вопрос. Каково, на Ваш взгляд, патогенетическое обоснование взаимосвязи активности фактора Велебранда и параметров почечного кровотока у больных в исследуемой группе? Наиболее выраженная наиболее активная корреляционная взаимосвязь между активностью фактора Велебранда и показателями почечного кровотока у пациентов без диагностированной микроангиопатии нами было выявлено с показателем с минусом резистентности в междойковых артериях, что может быть связано с максимально активным взаимодействием данного фактора с компонентами субэндотелия в результате повреждения МДТ-иоцитов в условиях выстраивания сильного напряжения двига, то есть в узких сосудах с высокой скоростью кровотока. Умери прогрессирования диагностической непропатии отмечались и изменения скоростных показателей кровотока и их взаимосвязь с активностью фактора Велебранда и сосудов другого калибра, более крупного, это сегментарные артерии и по почечному кровотоку. Спасибо большое. Это чрезвычайно интересная вещь. Диссертационная работа Житова Виктория Андреевна на тему ранней диагностики и коррекции нарушений гемостаза как патогенетических факторов развития микроангиопатии у пациентов с диабетом 1-го типа является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, посвященной решению актуальной научной проблемы, повышению эффективности ранней диагностики, коррекции нарушений гемостаза и микросферуляции у больных с аппаратом 1-го типа. По своей актуальности в цели задачи и достоверности обоснованности полученных результатов научных практической значимости диссертации ректориальности на соответствии требованиям пункта 9. Положение присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства России 842, предъявляемым диссертацией на искание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени по специальности 14.1.04 внутренней болезни. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Позвольте вас еще раз поблагодарить за участие в работе нашего совета. И второй официальный оппонент Бабаева Эльдова Аковлаковна должное доукрофессии доказательной факультетской терапии в Угоградском местном университете. Положительные причины присутствуют не может. И поэтому я прошу вас поздравлять ознакомить нас с основными положениями диссертационного совета. Уважаемые коллеги присутствующие, прежде чем ознакомить вас с отзывом официального оппонента доктора медноук профессора Бабаева, я хочу пригласить ряд документов, которые согласно регламенту должны быть озвучены. В частности, имеется заключение организации, где выполнялась работа. заключение Федерального государственного образования Крымского федерального университета Медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского в заключении проведена оценка выполненной диссертации. Охарактеризовано степень личного участия соискателей в получении результатов изложенной диссертации. Штартизована достоверность результатов исследования. Оценена новизна научных исследований, практическая значимость, теоретическая значимость исследования. Полнота изложения материалов исследования в печати и ценности научных работ соискателя соответствует требованиям ВАГ. Введен список опубликованных работ. В заключении сказано, что диссертация соответствует специальности и требованиям ВАГ в Российской Федерации в специальности истинно-1-1-4 внутренняя болезнь. О заключении подписано председачу заведующим кафедрой внутренней иницией на награду кафедрическим профессором Беоглазом Алексеевичем. Умеется отзыв ведущей организации. В отзыве охарактеризована актуальность диссертационного исследования. Научная межна полученных результатов. Обоснованность научных положений выводов и рекомендаций сформулированной диссертацией. Отмечена значимость полученных результатов для науки и практики. По оформлению и содержанию работы на трудах замечаний нет. Имеются незначительные стилистические погрешности, которые не уничтожают научно-практическую значимость исследований и отражаются на общей полотеке наценки работы. В порядке дискуссий возле ведущей организации имеются два вопроса. Первый вопрос. Как Вы объясните снижение концентрации фибриногенов и растворимых фибриномономерных комплексов на фоне приема метил-метил-перединоров? И второй вопрос. Чем можно объяснить наличие половинной корреляционной взаимосвязи активности факторов элегранта и активности протеина С у пациентов без диагностированной микроангиопатии? В заключении сказано, что диссертация на тему ранней диагностики и коррекции нарушения гемостаза как патогенетических факторов, в результате гемостаза как патогенетических факторов, появляются научно-профлификационные работы, содержащие решение важных научно-пропускных задач по оптимизации ранней диагностики и коррекции нарушения гемостаза как патогенетических факторов. По своей актуальности, наличной и наведине практической значимости достоверенности и полученных результатов по объему и уровню проведенного исследования в штатах полно-профлицентре соответствует уровня пункта 9 положения о порядке пересуждения ученых в Кипине 24.09.2019 года, поднобравленностью в Кипине, имя 26.05.20.2021, проведенного постановления в Кипине в Кипине в Кипине в Кипине в Кипине, другое, в Кипине в Кипине в Кипине в кангидата медицинский фильм ВКenciesстанский профессионисvar since 2014.01.04 в внутренние болезни. Отзыв ведущей организации подпишен профессором Кафедры терапии конфорнесической и контактной кардиологии и функциональной диагностики Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова, доктора медицинских нот, профессор Волкова Анна Райфель. Отзыв утвержден проектором по научной работе, академиком российской академии, доктором Павловичем, 19-го отеля 2021 года. Отзыв официального оппонента, доктора медицинских нот, профессора Абубаевой, Аиды Уфаторной. Накарактеризована актуальность темы, научная новизна, теоретическая практическая значимость, степень обоснованности достиженности полученных результатов, проверим блоки анализа содержания работы. Принципиальных примечаний по содержанию оформления диссертации нет. Есть отдельные опечатки стемистические неточности, не влияющие на научно-фактическую значимость исследования. Отмечено, что при анализе диссертации возникли вопросы уточняющего характера. Первый вопрос. Проводился ли анализ показателей гемостаза и нарушения микроциркуляции в зависимости от качества гемического контроля? Можно ли предложенные вами показатели использовать для оценки эффективности лечения сахарного диабета первого типа? Второй вопрос. Как вы определяли доклиническую стадию микроангиопатии обследованных пациентов на основании каких показателей? Петий вопрос. Чем вы объясняете обнаруженные вами повышения ЧТО в пациентах с прогрессированием сахарного диабета первого типа? И что вы вкладываете в понятие прогрессирование? И четвертый вопрос. Возможно ли комбинированное применение гиотексида и метил-кетил-периалия лечения микроангиопатии в сахарном диабете первого типа? Вопрос позволяет уточнить некоторые спектры на случайных проблем и не снижает практическую значимость ситуационного исследования. В заключении отзыва официального оппонента сказано, что диссертации «Ранее диагностика и коррекции наушники наставок от патогенских факторов развития микроангиопатии у пациентов сахарного диабета первого типа?» Представленная на диссертации тканя ученых сельским кандидатом институтов по специальности 14.1.4 внутренняя болезнь является разрешенной научно-кланификационной работой, решающей актуальную научно-практическую задачу уточнение механизма развития и качества ранней диагностики микросоюзных исследований при этом заболевании. В диссертации получены новые научно-обоснованные результаты, на основании которых можно оптимизировать гипнотические, терапевтические подходы и введения пациентов сахарного диабета первого типа, чтобы иметь важное значение для специальности внутренней болезни. В актуальности, глубине, объеме проведенных исследований научно-практической значимости от диссертации соответствуют требованиям пункта 9 положения присутствия ученых в степени проведенного установления правительства в степени кандидата на руках и автор житой Виктория Алина, доставленный присутствием в школе на степени по специальности 14.01.04 внутренней болезни. В отзыве подписан за ведущий кафедр РФ и Федерального государственного бюджета в области учреждений высшего образования Батрульградский государственный медицинский университет, профессор Бабаевой Аидой Груфатовной. Хотелось бы, что я вас попрошу, но, что у нас там 4 вопросы были, ответственные, пожалуйста. По поводу проводился ли анализ ценностязей показателей геносказа и нарушений гипераперкуляции. В ходе нашего исследования такой анализ проводился и даже у пациентов без наличия хронических диоретических осложнений регистрировались положительные коррекционные ценностязи между повышенным уровнем гликированного гемоглобина и такими показателями, как сосудистые, материальные факторы его, активности факторов белегранта, дискомфортированной эндокоскопланированной гликированной гемоглобины, отделе агрегации таблицетер. Интериально роль в оценке качества диагностики, оценке качества терапии сахарного диабетра имела именно достижение церевых значений гликированного гемоглобина. А уровни оценки пактора Велебранта, дискормированных на деталях исследований, показателей микроциркуляции использовались только подлинно и для оценки микроангиопатии. Второй вопрос касался определения доклинической стадии микроангиопатии. Данную стадию мы диагностировали у пациентов с сахарным диабетом первого типа на основании изменений данных лабораторных и инструментальных методов исследований при отсутствии клинических произведений. Так, диабетическая микроангиопатия дублинской стадии регистрировалась у нас при уровне альгуминурии от 30 до 300 мг в сутки на соне гипер- или нормофильтрации. Диабетическая микроангиопатия регистрировалась в связи с начальными изменениями на глазном дне по типу кровообияния, геморрагии или отёпа с венчатки начальной степени. В ходе работы мы также установили, что функциональные изменения капилляров предшествуют появлению структурным и могут также свидетельствовать о доклинической стадии микроангиопатии. Повышение АЧТВ у пациентов с сахарным диабетом первого типа мы регистрировали после курса терапии, что может быть связано с снижением выраженности активации системы гемостазов по внутреннему пути. В работе мы рассматривали течение сахарного диабета именно в позиции прогрессирования диабетической микроангиопатии. И о прогрессировании мы говорили при увеличении экспрессии альгумина или протеина с мочой, снижении скорости клубочков фистрации при диабетической микроангиопатии, рост количества исследований, микроаневризм, оселков клетчатки, появление интраретинальных микрососудистых аномалий, снижение альгумина при диабетической ретинопатии, а также уменьшение плотности капилляров, снижение сужения капилляров, уменьшение длины капилляров и снижение уровня альгуминации и времени восстановления при выполнении интраретинальных проз. Мы также могли говорить о прогрессировании микроангиопатии. Катательно четвертого вопроса, по совместному применению двух препаратов, действительно, у пациентов с афрандиабетом первого типа, совместное применение и салазусидой, и нефилотезы среднего, возможно. И у нас два вопроса от следующих оборудований. По помощи. Первый вопрос. Как Вы объясните снижение концентрации фибриногена и растворимых фибрин в мономерных комплексах на фоне приема метил-этил-этил-березиновых? И второй вопрос. И второй вопрос. Чем можно объяснить наличие положительной корреляционной длины связи, активности фактора гелебранта и активности клепротеина С-ЗИН у пациентов без длины сырованной микроангиопатии? Повышение концентрации как фибриногена, так и растворимых фибриномономерных комплексов у пациентов с афрандиабетом первого типа свидетельствует об активации свертывающей системы крови. После курса терапии на фоне снижения активности свертывающей системы крови регистрируется также и уменьшение концентрации нестабилизированного фибриногена и фибриногена мономера. Также дополнительно нормализация состояния эндотелия и снижение выраженности эндотелия в дистанции, которое приятно влияло на показатели свертывающей системы крови. Наличие положительной корреляционной связи между активностью фактора велибранта и протеина С может быть связано с тем, что на фоне инициации эндотелияной ресурсы происходит усиление протеолитической активации протеина С в результате повышения активности фактора велибранта 5, 7, 10, 11 факторов компонентов субэндотелия, также протрамбина и фибриногена. Активированные инфрациенты обладают не только антифрагулянтными эффектами, но также и противовоспалительным, противопоптатическим действиям и стабилизирующим датериальным болезням. Спасибо. И попросим учебных секретаря, разрешить отзывы на отзывы. Уважаемый министр анекретаря и благоулашаемые члены инфрационного совета на Минске. В совет приступил отзывы на отзывы на реферацию инфрационной работы Митлера Виктория Андреевича. В частности, имеется отзыв профессора в кафедре внутренних профессиональных болезней и ревматологии института Индина Ивановского Москвы в Федеральном государственном образовательном сообществе в течение и высшего образования 1 Московский государственный медицинский инфраструктур Мини-Утечен kinder а у профессора Баркова Ириной Николаевна отзыв положения не содержит. Имеется отзыв начальника кап tauangs военной полевой терапии военно-медицинской академии Мини-Кирова Министерством оборона Российской Федерации главного дата architectural министерства обороны Российской Федерации доктора медицинских фронт профессора Халимова. Отзыв положительный, замечаний не содержит. Умеется отзыв заведующей кафедрой поликлинической терапии Федерального государственного бюджетного учреждения Высшего образования Ставропольский государственный медицинский институт Министерства здравоохранения, Вяческой федерации доктора медицинских фронтов профессора Грановича, надежды задержанной. Отзыв положительный, замечаний не содержит. Имеется отзыв доктора медицинских ног, профессора кафедры фабрической терапии, Федерального образовательного учреждения обученного образования, Санкт-Петербургский государственный университет Румянцева, Александра Шаликовича, отзыв положительных замечаний и содержимых. Имеется отзыв профессора кафедры внутренней болезни номер 5, Федерального образовательного учреждения высшего образования, Санкт-Петербургской государственной академии, Министерства здравоохранения, Астрика Федерации, Доктора медицинских ног, профессора Загоевы, Фатиме, Ужмаговный, отзыв положительный замечаний и содержимых. Также имеется отзыв заведующий отделением диабетической болезни почек и посттранспортфункционной реабилитации института диабета Федерального государственного учреждения Национальный исследовательский центр Санкт-Петербург, Министерства здравоохранения России, Санкт-Петербургских наук, В отзыве отмечено, что остаются сомнения в обоснованности применения метилпетилпериденола, поскольку данный препарат не входил в отечественные международные стандарты лечения деметических микроангиопатии. Если только не рассматривать эту часть исследования как пионерскую, говоря о перспективах дальнейшей разработки, автору целесообразно было бы отметить протеомный анализ, как перспективное направление клинической диагностики почечной патологии у пациента с такими деметом, поскольку именно этому осложнению уделено доминирующее внимание. Других существенных замечаний по содержанию и оправлению авторизоляции. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Павлович. И так, уважаемые коллеги, приступаем к обсуждению диссертационной работы. Продолжение следует... Спасибо, Евгений Павлович. Спасибо, Евгений Павлович. Такие параметры, доказательные медицины, как параметры чувствительности и специфичности, чего у многих диссертатских, не только кандидатских, но и докторских мест. Ну и третье, конечно, любая такая работа, и мы видим даже в воздухах НАД, в рефератах и так далее, она рождает ряд вопросов, но именно, наверное, все-таки мы как бы привыкли работать в тех рамках, в которых мы должны, ну какой-то выход за эти рамки. А это действительно движение науки. И, конечно, она всегда рождает больше вопросов и меньше ответов. Но тем не менее, вот такие работы, они, в общем-то, являются, я считаю, что очень важными, и это дает пищу для, в общем-то, для роддумий. Вот, в частности, допустим, вот, вот я почти не думал о антитермитрии. Вот, сталкиваясь с больными, с новой коронавирусной инфекцией, особенно с диабетом, мы все прекрасно знаем, что это особый риск летальности. И вот очень у них сложно достичь целевых уровней, применяя прямые антикорбляции, целевые уровни АЧТВ, но, к сожалению, антитермитрии не входят в активную процедуру определения. И, конечно, понимаешь сейчас, что повышение базисного уровня таких ферментов, особенно в условиях такого ковидного эндотелита, приводит, так сказать, уже действительно к блокаде продукции, к истощению уже. Поэтому понимаешь, что те механизмы, которые могут выгляжать в основе дефицита тех факторов, на которых действуют современные экрегуляции. Поэтому я считаю, что работа очень позитивная. Я буду голосовать за и поддерживать диссертант полностью в соответствии с требованиями, которые проявляются в АК Украине, в России. Я думаю, что безусловная работа, безусловно, на самой высокой оценке крайне трудный сложный контингент. Очень больных. Их еще нужно было найти. Мы работаем в кардиологии. У нас диабет первого типа редко встречается. Тем более, это непрослужбивление. Я вот помню, единственное у нас было пациентом, я смотрю, с инфарктом не оказывает. Ну, вызывает изумление. Возраст женщин. Там был тяжелый диабет первого типа. Вот, слава Богу, уже в городе прошло столько же 12 лет. Мы в компу не купили, правда, такое достаточно простое. Сходники покупают. Я к тому говорю, что сложный контингент, безусловно требующего внимания. Вот с той работой, которую Катерина Андреевна проводила, вот, достигнуты, да, определенные результаты, новые знания, использованы современные методы, особенно, стоит остановиться на статистических методах. В общем, и потом, в то время, наверное, практический врач разбирается с точки зрения такой клинической медицины, училась в микрологии, наверное, в лучшем учреждении, которое осуществлено в сегодняшнем графике. Я сам там учился больше 30 лет назад. Вот, и помню всех учителей. Думаю, что все это помогло Викторе и Андреевне справиться с теми задачами, которые были составлены, и безусловно, я надеюсь, что Совет поддержит это. Спасибо. 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 Александр Андреевич. Оценивая работу Виктория Андреевна, хотел бы сказать, что заниматься проблемой очень хорошо изученной, нужно иметь достаточно научную смелость, потому что работа, конечно, вернее, проблема сахарного диабета, ей посвящены большой катечке работе. Мне хотелось бы долго не говорить, присоединиться к отзывам официальных оппонентов, неофициальных, которых позитивно характеризуются диссертационные исследования, которые содержат и навязну практическую, значит, практическую значимость, научную навязну, позитивно охарактеризовать диссертанта. Она продемонстрировала владение системой, продемонстрировала научную и врачебную эрудицию. Вот, и я бы, значит, посчитал работу с завершенным исследованием, которое вносит определенный вклад в развитие этой программы. Я буду голосовать за. Спасибо. Спасибо. Уважаемый учитель, уважаемый учитель, уважаемый учитель совета, диссертанта. Мы действительно сегодня прослушали очень интересную работу, которая обладает функциональностью и научным интересом, и практической значимостью. И работа, которая основана на достаточном количестве пациентов, непростых пациентов. И автор, поставив цели и задачи, справилась с этой работой. И я тоже присоединяюсь ко всем оппонентам, которые смотрели эту работу и делали органы. И я буду голосовать за. Спасибо. Спасибо. Ольга Николаевич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. Спасибо вам за это. Присоточный учитель, коллега, диссертанта, научные права люди. Я тоже хочу положить на оценку на работу. Я знаю, что есть, когда учитель не знает, практическая значимость, очень интересная индустрия из них. Буду голосовать за. Единственное, что хотелось бы увидеть продолжение и отдаленные результаты проведенного расследования. Да, вот поценка эффективности тех препаратов, которые изучали в отдаленном периоде. Насколько они сохраняют эффекты и насколько действительно это может быть в том, что это может быть в том, что это. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые члены, что-то в том, что это действительно работа интересная, в том плане, что трудный контингент пациентов, трудный подход к лечению, сложный прогноз у этих пациентов. Конечно, любой, даже небольшой шаг в изучении вопросов патогенезы, изучения такого заболевания, как сахарно-диозактивного типа, а также какие-то попытки улучшить этот прогноз и улучшить подходы лечебные. Я думаю, что безусловно заслуживалось особого внимания и положительное открытие. Ну и, конечно, после выступления присутствующего уважаемого пациента, который очень глубоко, наверное, характеризовал эту работу, и оппонентами, конечно, патогенезы. Конечно, вот с такой глубокой характеристикой понимания Дениска, патогенезы, и заданной глубоких вопросов, конечно, чувствую, что эта работа уже сложно приближается к тому же, в такой новаторской работе, и, конечно, для хожу это внимание дальнейшего продолжения и положительного оценка. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. 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 В заключительное слово Искателе, пожалуйста, Господин Андреев. Продолжение следует... Я урожаю глубокую благодарность научному руководителю, профессору Крутикову Евгению Сергеевичу, за ту неоцененную помощь, за ту неоцененную поддержку, которую он оказал на всех этапах создания данной работы. Без его чуткого руководства и постоянной научной работы с диссертацией не было бы законченного, завершенного исследования, каким он является сейчас. Я урожаю глубокую благодарность урожаю взаимодействому консультанту, профессору Аметову Александру Сергеевичу, за постоянную консультативную помощь на всех этапах проведения исследований и создания данной работы. Хочу особенно поблагодарить председателя диссертационного совета, профессора Калатова Николаевича, за консультативную помощь и созданную атмосферу благошелательности при проведении сегодняшнего заседания. И благодарю ученого-секретаря диссертационного совета, доцента Сумблова Евгения Павловича, за консультативную помощь и организацию проведения заседания. Благодарю всех членов диссертационного совета, которые приняли активное участие в сегодняшнем обсуждении и поддержали представленную работу. Отсюда на благодарность хочу выразить профессорам Белоглавову Владимиру Алексеевичу, Кушакову Алексееву Старевичу и Хренову Александру Андреевичу за глубокое добросовестное рецензирование работы. Выражаю сердечную благодарность официальным оппонентам, профессору Бабаевой Аиде Рупатовне и профессору Батюшину Михаилу Михайловичу, которые нашли время уделить внимание работе, высказали ценные замечания и дали положительные отзывы, а также смогли преодолеть и близкий путь к гостям пирогам. Благодарю ведущую организацию Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 1-й Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова, доценту Волкову Анну Райковну за положительную оценку моей работы и также всех, кто смог прислать отзывы на автореферат. В заключении хотелось бы высказать искреннюю признательность тем, присутствующим сегодня в качестве гостей и слушателей. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые следы дистанционного совета нам необходимо подвести итоги нашей работы и вздать счетную комиссию для проведения тайного образования. Как обычно, в счетной комиссии в соцсетях трех человек, Приверегаем к влечительнию профессора Легкан-Лугова Александра Викторовича, профессору Монзилёву, Татяна Вестанова и профессора Петрова Англия Даденченко. Кто за? Прошу про голосование. И для образования. Прошу. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Большое спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...